голову жаркой но рисуют руки поехали на речи дороги ибаны кнопки почему не работает так ваня не матерись ради всего святого теперь ребята не вот и факт все реклама пошла ребят все работаем 10 без с этим к там скорость или большие перегрузки и поставь пожалуйста ночное видение для бульдогов начинаю да и двухкратный прицел у тебя 100000 купе это двухкратный прицел мне и так всем привет мы на на ордер на турнире лучшие голову от аураксиса это у нас второй этап сеть мой гол так она с моей будет не оставь тогда не так первым и так представляю с нами сегодня в комментаторах тиран конфликт блин их блин х в 34 34 до выгони пожалуйста всех этих участников комната участников ай момент ребят чтобы не там участвовали да там они как бы усиленно партисе пищи на них был такой был поднят все принципе здесь остался белый нигра в комментаторах тиран конфликт хоппер который просто присутствует и на 67 брат еще который молчит за регион никс и я парано вот парано и зашел к нам а парано и кидай его участникам да и в общем вот так вот и господа мы стоим на сейчас вот у нас не сложилось не сложилась возможность провести турнир прошлый раз потому что было обновление сервера сейчас мы как видите потихонечку все нормализуется но очень много людей не пришло на второй этап автоматически как бы привносит скажем так техническое поражение тем людям и по турниры на таблиц идет небольшое смещение тем не менее тем не менее как вы видите мы находимся на как это как это к локации называется господи средства бывает небесный док а небесный док это самый против бога противная локация во всем аура на всем а индаре потому что взять ее невозможно тем не менее сегодня вот это пит это ябов который будет сражаться наши воздушные гладиаторы все идет в прямом эфире ребят как борется стриме иван 67 это его первый стрим так что поздравляем до маня спасибо с пучином тебя брата таран конфликт идет записи я иду на твиче и грубо говоря начнем что ли да и со мной сидит павел 67 из ратов он скоро с вами поздороваться потому что он отошел главный в мир иной все остальное мелочи дохода да да точно так и вот павел 67 поздороваться с нашими с нашими зрителями на рюксе на по так и так давайте первый у нас выступает особо но бастин против зарги ариона и так я напоминаю правило значит если галактика неважно стрелял ты по ней так далее да в общем в итоге если ты галактику уничтожаешь таранов тараном то ты получаешь 5 баллов до если ты уничтожаешь галактику с орудий ты получаешь три балла если ничья то есть одновременно уничтожилось две галактики то получают обе галактики по одному баллу проигравшая галактика про получает также один балл вот я не вижу где выстраиваются участники то есть я вижу что стоят пару галактик на крышах и как они да вот все над ямы давайте ребята все над яму вот видите около небес над око есть и яма большая все становимся танца повелители пита как-то так да но за берем можно тоже перейдешь к участникам турнира как бы я забыл принесла что участник или ты у нас такой да это очень резкий участник потому что внезапно участник да да с учетом того что я как говорится не смог стартовать я взорвался короче на старте это была грустная история ребята да там поражение слезы кровь кишки короче и иван давай что ли я так я жду значит за герем ты над вами этот лет я их вывел всех в отдельный канал и к сожалению они тебя не слышат надо перейти туда да ок ок так что давай это тоже перебросит да 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 было бы здорово и так ваня покинул наш канал и сейчас он с участниками сейчас мы увидим как это все будет проходить опять-таки технические накладки они неизбежно как вы понимаете потому что ну потому что это планет сайт короче здесь все неизбежно здесь и накладки неизбежные и технически неизбежно вот я вижу появилась галактика я даже не знаю что это за галактика что не отключен зарги он вышел на исходную позицию мы видим что он занял а северную позицию этого пенсула скажем так залива до залива не значит это бей в северную часть залива б и он ждет своего оппонента а оппонент не заставил себя пока проявить по моему это вера шурик ждем ждем кстати господа на для всех благая вещь как видите что если выкатили наконец-таки новое обновление для планет сайда это единая система ресурсов на ниты даже мы сегодня покатались на валькириях так вот особо но у басин они вышли на исходные позиции зарги он разминается да мы видели валькирию да она еще далека от совершенства но тем не менее то есть и как по словам администрации в ближайший вторник господа нас всех ждет благая вещь будет обновлять с этих валькирия приближает лорд овдес пролетает на валькирии такие такие дела и так не отвлекаемся от наших многоуважаемых мы смотрим как две галактики сейчас выравнивают положение друг друга они готовятся все еще готовятся начать атаковать друг друга и все по-моему потихонечку это дело идет к началу и да там приставь хоть это зеленые это тузы заргируют зона рад азаргири он и в северне него находится особо ну басин и они готовятся отсчет будет какой-то еще накрыт кого галактика и вот они просто стоят носиками друг другу и вот ждут отмашки как говорится нервы градус адреналина они за разной фракции да не за разной фракции война до часа тогда можно было можно было сказать один раз в сериях другой в красном ну да не мужчины крысулах для меня не зеленых крысулях красных деса вот тоже как говорится проходит мимо я вижу что от иран конфликт болтается рядом с ними буквально вот рефери он скажем так он рядом с ними сейчас будет бокс двух галактик быстрый судья до быстрый судья вот и я все это наблюдаю снизу и так танец смерти начался ребята танец смерти начался они начали короче битва титанов началась ну кто кого не периодически приходится покрикивать вражеская галактика понеслась да и так как говорится зарги рион пытается встать а вот начинается тот самый красивый маневр они вышли из зоны действия попытался особо нубасен пострелять с бульдогов но не попал по зарги они попал по зарги риона молодец молодец особым зарги он пытается навести наверстать упущенное и придет на резкое сближение они вышли из зоны действия йопа рэсатэ гоните боксеров горитый боксеров обратно так что-то у них пошло не так да короче продолжим да они разошлись по местам зарги рион чиниться особо на башню приземлился на башню с патронами надо сейчас пойти его не сказать что все плохо очень плохо почти ваня ребятки вы уходите из зоны действия операторов понимаете над ямой да будет над ямой вы уходите в сторону ли у этого как его переса энергостанции перес и просто теряйтесь из вида так и сейчас так мы это и сейчас я вернулся обратно к вам передал я не знаю то есть я не знаю там секи я еще раз спрошу ребята ближе к центру ямы хвхв слышишь сейчас ближе к небесному дом хв 34 сейчас скажи сейчас проблему у меня из камеры я вылетел сейчас я перезошел сейчас соснов долетаю ну вот ребята бой должен происходить над заливом так чтобы я вас видел и проблем не было лордов дэс пожалуйста выйди из кадра спасибо что грязь здесь поставь метку прямо над этим на дозором кругом так я почти на месте почти я чуть-чуть еще ребятки просто великолепно вот вот именно отсюда начинается короче рядом с местным доком это будет очень красиво это будет просто замечательно и вы будете начинать на индаре рассвет и кстати господа что произошло почему остановилась водка потому что камера вылетела потому что административная камера вот это бесплатная камера она вылетела каждые полчаса да она может вырезать полчаса до каждой полчаса будет такие неполадки так ну что готовы галактики заргерий он готов особо на 8 готов я возвращаю страну конфликтов как комментаторскую будку итак напоминаю всем что была остановлена встреч потому что камера основная камера она вылетела короче то есть иван вылетел да иван вылетел но это техническая камера так вот бой начался обмениваются обмениваются красиво обмениваются выстрелами из бульдогов снова хватает управления просто великолепный танец смерти просто вот это это сумасшествие смотрим мы у зерги лиона есть огромное количество огромный шанс на победу него половина хп он бросает свою машину чтобы удариться об галактику нубасана теряет высоту но тем не менее не теряет контроль над происходящим вот нубаси начинает отбегать от него опять в сторону энергостанции перес он убегает и резко теряет высоту видимо в попытке попасть из орудий заргерий он а но блин маневр не спать не получается зарга нет получается заргерий он и меньше половины хп меньше половины хп но басин не дымится заргерий он задымился и падает все ниже и ниже заргерий он набирай высоту и как бы они в эту яму не свалились они свалились в эту яму зарги и минус что оба упали раз заргерий он врезался в стену походу разбился толком не раз да он скорее всего разбился и он я вижу что нубасин взлетает из ямы как говорится заходят двое выходит один и побеждает особенно это первая схватка господа сегодня будет много таких скажем так раунды раундов и печальных раундов особо но басин а у в инс все отлично здорово так я честно ожидал что заргерий он его порвет ну не знаю почему ну я ожидаю ну не знаю не знаю особо но басин оказался хитрее он совершает такой победный круг вокруг небесного дока и пацаны я победил но там было конкретно то есть это они упали в яму вдвоем залетели вдвое вылетел один и улетают они как говорится судья сопровождает следующая следующая пара следующую пару я не вижу опять заминка наверно нет тут стояли двигали на готове сбоку где-то далее станет наш участник это я не знаю кто-то верил и я не знаю кто-то очень сложно я так понимаю заргерем погиб да у нас победила особо я поняла бы так и следующая пара кто ребята я ждем потому что они не могут другие сейчас пытаюсь связаться шуриком что-то шуриком непонятное произошло его тоже нету тогда ладно а меня пары просто и все до следующий у нас выходит значит на старт деса и титан одесса и титан так я снова ухожу непосредственно в операторском нерве не просто скакать туда-сюда это да это конечно это так следующая пара 10 это небольшая заминка шуриком которого не смогли найти вот 10 титан выходит на ринг здесь уже на позиции это подразделение просто пройти в группе и титан это ситхи напомню что титан занял первое место в квалификационном заезде то есть он набрал максимальное количество очков и посмотрим насколько прочим титан как говорится в воздухе я честно говоря что-то мне подсказывает что может победить с большой вероятностью может победить деса но может быть и там у нас чем темная лошадка и сможет как это затащить и этот бой понимаете ребят и так первый оппонент в воздухе я не вижу дису дису вернее я вижу я не вижу титана и так мы ждем мы ждем когда это все дело вот титановская галактика начался это начался не бой еще боя нет они выравниваются от автовская титу титан как говорится ноги растут у титана из подразделения ото они выстраиваются относительно друг друга сейчас будет схватка сейчас будет схватка и мы наконец-таки увидим кто кого и как узнаем чей бульдог точнее чем очень будет будет точнее бульдог бульдогисти как говорится кто маневренный принципе здесь ага роялит несколько несколько роялит попадание а сколько роялит именно умение войти над в таран в клинч и войти в клинч так что грубо говорят выйти из него потом не просто тупо разбиться все это очень очень важное такое качество маневренность решает ну и конечно же ум и у кого нервы стали более такие крепкие так то не заметно не запаникует как вот мне показалось что за герем какой-то момент просто паниковать и уронил галактику ниже эту яму они все начало сближение так напоминаю в воздухе деса и титан я видим как говорится быстро судья крутится вокруг них таран конфликт вот они начинают сближаться на встречных курсах так молодец молодец и ой как красиво обошел обошел деса но титан молодец он провел серию достаточно успешных и залпов и к сожалению вот эта первая серия у него прошла достаточно хорошо но вот со второй серии у него пошли проблемы то есть она начал отхватывать дамаг они пересел опять он стреляет деса пытается его снять со второй пушки галактики отстреляться с этих не стреляет он с бульдогов сейчас опять с бульдогов ой ну не как и как я насколько я могу судить деса дисс он более опытный галактовод и у него то маневры получаются особо изящно и красиво титан начинает терять высоту и отхватывать все больше и больше от деса это он задымился до задымился первый как как мои подозрения оказались оправданными потому что побеждает опыт одесса как мы помним опытный одно дело это провести галактику а другое дело и вот пилотировать на таком ключе и это достаточно тяжело очень тяжело и вот сейчас в принципе у титан может реализовать весь потенциал позиции но он этого не делает он начинает отлетать видимо вот нервы начинают задавать он промахивается все больше и больше ни одного попадания по 10 деса начинает аудиса попадает поставь точку в этом поединке жирную точку сделай а титан теряет управление 10 теряет высоту какого художника одесса одесса да это было близко это было очень близко но тем не менее сейчас здесь и заходится с днища с как говорится с нижней полусферы заходят к титану и сейчас он как говорится покажет титану что кагида не совсем титан до запахло тараном очень нет 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 задымились обои оба задымились да теперь уже чуть-чуть на равных но я вижу что у титана у титана у него более густой у титана короче 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 титан уже как бы не жилец он совсем не жил он сейчас все титан загорелся и все сбил поздравляем десу это бы это красивый бой это красивый бой побеждает опыт ребята как видите галактика не терпит не терпит скажем так непрофессионального отношения в бою поэтому деса поздравляем вышел в следующий в следующий круг вот я сейчас перейду я перейду сейчас к ребята мы спросим что и как победно чиниться следует поздравляю паст победы действует это был край был красивый борьбе да очень долгий бой следующая пара следующая пара у нас значит будет шурик джеком следующая пара у нас шурик джеком вот такая вот у нас пара странная шурик джек я не знаю на кто кто из них на что способен по тиран может прокомментировать я их тоже не знаю даже не знаю что значит две темные лошадки нашего турнира и мы узнаем как говорится почему фунт лихо тобою стюмные лошадки всегда интересно это всегда забавно это всегда очень и очень классно заргири он уже вот как видите он летает на валькирии государство шутный шустрый летать еще летающий аппарат резоргири он пожалуйста выйдите из кадра будьте так любезно ребята я прошу вас выйдите все из кадра не мешать проведение турнира шури или заблудился то ли что я не знаю и джек опять-таки фаста пройти в групп второй представитель от этого замечательное подразделение и шурик пытается что-то сделать прямо передо мной он походу захотел автограф у меня или до уши я мороженщик на этот шурик и всегда будет такая эффектное появление со словами хв распишись на стекле стекло лобовой коры в копке давай родной не пух тебе не пера и я упал я был на крыше и я упал ничего страшного потому что приходится чем-то жертвовать так судьи обменялись впечатления шурик заблудился а у я немножко смещусь господа ничего страшного не происходит я просто смещаюсь вот здесь достаточно хорошо я не буду падать я буду больше видеть водя стоял на этой башеньке что шуриком что он забыл где он так вот походу он нашел его оппонента да они нашли друг друга начинается выстраиваться ребят не стреля за герен не стреляйте это все шумит очень сильно ребят пожалуйста и так они начинают выстраиваться относительно друг друга и начинается сближение джек шурик сохраняет олимпийское спокойствие джек начинает подходить к нему ближе и ближе я думаю сейчас начнется начнется бой не на жизнь а на смерть джек для нас новое новое имя как говорится человек управляющий галактикой смещусь ниже не ровен час меня все таки итак бой начался шурик идет прямо вот тараном он идет это это таран господа это стопудово таран хотя нет еще такой устраивается еще это выстраивается этому же таран да это было похоже я не засекаю своим радаром то есть я не вижу для нее как что с ними где итак началось обменялись выстрелами но никто не попал ни в кого насколько могу судить и вот в дису попали джека джек проводит серию выстрелов но опять таки серии ни к чему не приводит этих выстрелов абсолютно то есть они несмотря на то что обстреливают друг друга это это было на равных это было ничья это было он по гангдам стайл на это был просто я не знаю больше я не могу ничего сказать я сейчас мы как раз спустимся к ивану спросим как он засчитает это и так секундочку иван что ничья ничья по одному следующий кто следующий жду так лорд оф дэд ты готов уже лечу джек и лорту одному не они не подожди что я несу сейчас лорд оф дэд и паранойя ты на галактике ребята мне к вам просьба пожалуйста кто летает на валькириях не стреляйте потому что этот шум лезет в стрим это очень тяжело пожалуйста не стреляйте рядом с небесным доком спасибо так и следующий будет паранойя и лорд оф д предыдущим засчиталась ничья предыдущей паре засчиталась ничья потому что это взрыв по одному очку каждый из них получил и вот они выстроились наши друзья выстроились и начнется бой сейчас что ты сможешь сказать об этих ребятах то что не знаешь или вообще знаешь ли их ты ну несколько раз видел лорда на галя вроде неплохо справляется а паранойю тоже не встречал так как часто не летаю это раньше было дело часто летал сейчас не особо так они потихоньку сближаются но почему бы иван допустим не сделал шаном командора бы сидел бы с нами кому-нибудь из связных в комнате с участниками передавал бы но я не знаю они начали стрельбу с локеров и обои падают я не понимаю этого человека из экстов которым просто мешает проведение так они немножко старанились но не в к чьи пользу это не вышло насколько могу судить паранойя потеряла очень сильно потеряла они сейчас больше обменялись локером но он упал практически упал и это мне кажется сейчас лорд теряет управление и он очень близко был к скале но точнее к счастью выжил части вышел кстати не более выигрышная позиция но не то что выигрышная позиция если он сможет вот это прям опыта был таран слегонца так задел у параной был и шансы вполне нырнуть сейчас в эту яму и лорд смерти ныряет все он разбился он нырнул короче я сказал горе она все синим пламенем и нырнул это достаточно этот конкурс да это это было красиво жалко это не увидел мы увидим это только на записи таран конфликта а сейчас он сказал горите ребята и побеждает паранойя ждать паранойя так у нас это был а третий поединок остается так она рока в яму у нас тоже считается как проигрыш да это проигрыш автоматически там даже не то чтобы это я там есть какая-то высота на который просто и все исчезает и этого сад эту границу не видно но можно примерно понять метров пятьдесят может видимой границы поэтому он скорее всего не рассчитал и и упал сейчас итак я насколько я могу понять у нас выдвигаются следующие участники это верил и джулина сопровождение на месте вот этот рулезка он тебе тоже будет подмешивать потому что к сожалению существует такая категория людей которые бы хлебом не кормить да и просто помешать да то есть я не знаю с чем это связано не знаю просто но люди люди любят мешать желание выделиться это как сказать где расстраты живы до сих пор понимаете они не могут ничего создать на цене но не могут просто мешать увы и ах так они начинают занимают исходную позицию сейчас начнется очередная захватывающая схватка я думаю что это последняя четвертая это четвертая схватка то есть нас определились лидеры да лидеры между собой будут или ну да это потом олимпийская система то есть если четыре пары потом потом идут сейчас было четыре пары из них пары и они начали тебе пары выделяются из них оба перешли по урону скажу что выделяется джулион он сделал много попаданий с бульдога в то время как верил ни одного это было видно то есть у веру как бы он менее уверенно ведет галактику он очень сильно упал а джулиан это видно так достаточно уверенно ведет уверенно управлять джулиан вообще потерялся верил вернее потерялся и он вот видно что он падает и он падает 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 он он не видит джулиана он тупо не видит джулиана вот заметил этот момент он вот сейчас он его засек контролирует ситуацию в галактике да да он перевернулся еще это это падение это падение все он падает можно сказать что он редко сидит за галактикой да он просто теряет здесь у джулиана чувствуется какая-то вот уверенность в том что он делает он понимает то что он делает то здесь может выиграть только только случай если реально выиграет реально выиграет один из них когда ты просто так и сейчас мне кажется верил потеряет управление нет он справился джулиана тоже достаточно тяжело болтаться не с левой стороны постоянно скала и он и верил ныряет все верил было видно что он не совсем понимает что происходит совсем не понимает то что происходит поздравляем веру из подразделения экстралинице не верил вернее джулиана поздравляем молодец он он смог он смог и так я думаю что сейчас я спрошу дополнительно почетное сопровождение поздравляем с победителя следующая пара у нас кто или уже пошли между собой по моему у нас сейчас пары больше нету дадут уже уже выходим на как говорится переходим к четверти финала короче да сейчас мы подсчитаем все кто тут может даже и без четверти финала сейчас в общем секундочку уважаемые зрители игроки сейчас мы на подсчет уходим уходим на подсчет тогда иван это перенесу к нам на подсчет хорошо да давай у нас давай итак иван переходит так особо идет подсчет очков и так как говорится мы переходим четверти или полуфинала сразу непонятно значит так а со нас по итогам первых схваток особо нубасин удирает 15 очков 15 очков лорд оф дед 12 очков верил получает 12 очков также паранойя у нас получает 13 очков джули он у нас получает 14 очков шурик у нас получает 10 джак 13 зергерий он 11 деса 15 титан 14 лет у нас значит сейчас будет схватка между диссой и особо нубасин борьба за первое место за второе место у нас будут джулион и титан за второе место и за третье место будет сражаться джак и второе место это титан и кто с кем он так подожди подожди титаны джулион второе место нет авто сейчас первое место у нас один из сражаться диссой нубасин на втором месте титан джулион и 4 место третье место у нас паранойя и джак четвертое место у нас сражается lord of dead и вирал вот так ну хотя дальше распределяется пятое место у нас заргерий он и 6 место шурик lord of dead с кем lord of dead с верил я понял и за пятое место это шурик пятое место получает заргерий он да а шестое место у нас у шурика и так господа как вы поняли определились 5 6 места то есть 5 6 галактика это 5 галактика аураксис это заргерия вот и 6 галактика это шурик да я понял правильно да все правильно сейчас у нас матч за третье место схватка слава ларко схватка за третье место это пара точнее точнее так за 3 то не не за 4 за 4 лорд of death и вирал я бы ну окей так и так еще раз повторяю ребята 5 галактика всего аураксиса российского аураксиса это заргерий он 6 галактика нашу ли не все все нет на суде как-то мне как у меня тут возник технический вопрос по поводу вот этой таблицы за первое место кто у нас борется борется деса и нубать особо на бассейн за второе что борется первая галактика если выигрывает деса то тогда ну пасин какое место занимает по сути он должен 2 так в общем 8 обращения просим прощения общем пока никто не я за первое место общем сейчас будет у нас борьба за первое место за первое второе место до значит 1 у нас будет сейчас выступать особо ну бассейн с дисом за первое место за второе место у нас будет вас не хватит а за первое второе за 1 2 1 1 2 1 2 сейчас давайте общем первого нас выступает особо но бассейн здесь и хв перейдите меня пожалуйста к участникам судьи как всегда не совсем интуитивно понятно интересный момент 1 а куда не понятно он в вайпается короче играет планет сайт и уходит в мир но тем не менее тем не менее ребята в общем зачете в общем зачете зачете зарегнаш зергион занимает 5 5 место без пара 6 место без пара определяется шурик и в общем зачете они идут как бы хвостик а вот за первое место за 1 2 не разируются между собой диссы автобану бассейн за 3 4 соответственно места будут драться титана джулия за пятое шестое место будут драться паранойи джак и дальше вниз да то есть кто из них как прикрыли сейчас самый захватывающий момент это драка между диссом и особенно бассейн схватка должна получиться очень интересный очень захватывающий что ребята ждем 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 в следующий бой будет из четырех раундов до 4 пара идея должна быть так а напомни как какие там обещают призы наш я не в курсе я не в курсе это знаю только ваня я не вдавался по поводу бред секрет фирмы нет я просто не знаю загружать себе форму головы информация который принципе ко мне не относится то есть по-прежнему ждем но башен стоит на позиции уже диза где диса оппонент где-то развлекается диза выходит тоже на исходно пошел исходную позицию напоминаю что сегодня буквально через час начнется тревога с двойными рейтами до на которую все мы проглашены также напоминаю что сегодня не сегодня ближайший вторник будет проведено обновление планета 2 до патча с новыми директивами с новым вооружением и новыми фракционными пистолетами и совсем-совсем вот на вот-воте стоит патч с валькириями и господа это будет просто замечать как говорится следите за обновлением на сайте планета 2.ру или в паблике вконтакте и нововском паблике вконтакте по-моему планет сайт 2 так что ждем ждем второго оппонента оппонент пока не подлетает видимо там кстати хорошо что про тревогу напомнил я уже собирался сворачиваться после этого пойти отдохнуть нет как говорится покойным только снится и к сожалению или может быть к счастью это вот что они телятся долго очень долго телится по ходу перебирают таблицу участников возможно возможно ну как говорится подготовка никогда не была сильной стороной людей играющих планет сайт да то есть подготавливается всегда последний момент и те кто проводит соревнования они иногда иногда я не говорю про текущие соревнования вообще иногда получается что переигрывать все на месте буквально без косяков никак ну да выстраивается наконец-таки к сожалению да к сожалению да то есть но все чтобы прошло идеально это достаточно достаточно тяжело ребята это действительно большой труд и спасибо его на 67 за то что он это делает это что он проводит где комьюнити такие соревнования которые в принципе интересны сами по себе вот тоже всегда очень много споров возникает кто лучше пилот то лучше пилот галактики кто лучше стрелок там кто не лучше стрелок и так далее там подобно и так они начинают движаться между собой так я напоминаю что это схватка за первое место самое интересное что в принципе должно интересовать всех кто уже лучший голок головод аураксиса российского аураксиса и ставки сейчас высоки как никогда это просто троится в группе и и пилот диза или же особо и они начали они начали по-моему особо нубасин это vdv да да сошлись схлестнулись в схватке два титана два достаточно больших известных подразделение и они вышли из зоны из вышли из зоны и то что могу видеть а вот я снова диз вижу но бассейна резко теряет высоту тормозит и пытается как говорится сейчас пу и это пахнет тараном это таран нет ни таран слишком сильно теряет высоту это его фирменный это его фирменный наверное маневр он так наш вот он красиво грациозно притормаживает дис и даже потерял его из видом благодаря этому здесь работает со второй пушки и работа достаточно успешно и сейчас смотрим оба делают достаточно рисковые мать рискованные маневры на предельно низкой высоте особенно здесь в бэй и заливе это действительно интересная схватка так но бас он у нас на огне на дымах у него осталось половина прочности мне кажется что деса все-таки деса что-то подсказывает не потому что деса достаточно опытный пилот он может быть он не быстро летает по маршруту но он достаточно хорошо владеет галактика деса тоже задумился да он у бас она осталась примерно одна третья у деса не вижу не показывает но у нас просто импланты мы позабыли да мы импланты не поставили который дает энчантин могли бы увидеть у этого имплант мы не поставили за зону били эту тоже и тут деса загорелся ай-яй я я я я ай-яй я я не добиваются дракона просто это у него осталось очень мало сам почти на огне это просто фееричный конец и первых галактика все-таки особо ну массе подразделения вдв поздравляем подразделение позволяет пила поздравляем пилота это был действительно очень-очень-очень жаркий бой короче там нервы зашкалили это это было просто очень красиво и очень неожиданно то есть особо спасибо ребята за великолепную схватку просто на него собрались другие галактики взять автографу залезать ему раны так галактика зале звучит нет это действительно был великолепный бой публика ликует вот дан диса 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 сглазил я тебя диса блин я надеялся что блин опыт он все таки опыт но блин особо нубасин это все таки особо нубасин и так ребята главный ответ на вопрос который задавался данным соревнованиями мероприятием кто же галактовод номер один головод номер один аураксис сервер вернер дан это особо нубасин подразделения вдв второе место занимает диса подразделения фаст оператив групп и сейчас будет играть вторая пара это титан джулия насколько я понимаю да и они будут сражаться соответственно за 34 места вот я вижу стартовал джулиан вальяжном взлетев просто как вот и титан занимает исходную позицию кстати орфографический вопрос как будет правильнее головод или галактовод вообще-то он галактовод машина галактика понимаешь гала это мы с вами гала вводила галактовод орфографически правильно но иван настаивал именно на именно такой пунктуации головод поэтому не будем как говорится кто мы такие чтобы как говорится оспаривать мнение его на 67 в этом вопросе и так напоминаю это будет за 34 место титан против джулиана подразделение ситх против джулиана не знаю какого подразделения очень подразделение титан ту титан из подразделения ситх смотришь написано вот это 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 враги и вот и до него написано x но скорее всего тоже устаревшая информация да старейший формат будет считаешь он из может быть из богов может быть из медов может быть может быть из савов я не знаю то есть мы уточним это но тем не менее как говорится вану против вану против таранской республики это походу сейчас будет таран нет не получилось не получилось титан торопится очень сильно торопится это был резкий резко очень резко атака это было понятно что джулиан ну он они возвращаются почему-то не исходное что что такое скорее всего да на исходную потому что вылетела камера хв вылетела камера за первую ночь первое место у нас получает особо на бассейн 2 да сейчас борьба за 3 4 место я понял принципе я на третьем четвертом месте я наверное остановлюсь потому что параноид джек верду бесса верал это как сказать ну основной вопрос ответ на вопрос да ну да 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 лучшие призеры да лучше то есть теперь второе и третье четвертое место я засниму а дальше уже ты доснимешься полный цельный стрим будет у тебя давай заходи Титану дается второй шанс как говорится не делать резких движений ну Хове как на твой взгляд нормально все получилось? да получилось нормально вы потом послушаете посмотрите стрим получилось просто там у нас как футбольный матч и если путь могли что диску затащит но очень неожиданно вот мы наблюдали из комнаты где сидят участники и деса просто много разговаривал он и летал и воевал и разговаривал Джулиан какое подразделение джулен не знаю какое подразделение подразделение джулен ванушник подразделение нормально подразделения не знаю знаю что джулиан нкашник разве нет вану джули не знаю не знаю какое подразделение я же нет вопрос не было таких вопросов кто какое подразделение окей но мы знаем особо на бассейн вдв но это узнаем потом надо спросить да да кстати да натуре глянь и так так ухожу к участникам короче и я напоминаю что идет сейчас бой за 34 место схватка была прервана из-за того что вылетела основная камера каждые полчаса увы это не одна из недоработок планет сайда в целом что нет инструментария для проведения именно таких мероприятий потому что нет режима спектратора который был бы доступен любому человеку но в силу самки игровой механики а те инструменты которые есть они предназначены прежде всего предназначены прежде всего для работы администраторов и гей-мастеров там не нужно было бешеная графика и так далее а если мы ведем стримы с фри камерой то каждые полчаса стабильно камера падает ну с этим надо смириться это надо понять вот и и стрельба пошла а уже началась бой пошел это хорошо но опять таки вот сейчас джулиан вот кстати пытается реализовать но он очень быстро падает попытался реализовать свое преимущество титан в высоте да то есть это основной кто кто выше этот может падать и стрелять и джулиан идет на таран и раннил а по 3 место титан вроде горит нет он даже нет и титан тоже взрывается но блин я не знаю но скорее всего титан это третье место джулиан четвертое место все же он первый устроил ему да казнь да сейчас это спрошу момент и был бы сразу первый безоговорочный и ванны как распределились миссии там титан у нас выходит на третье место и на 4 джулиан джулиан подразделение какой джулиан прости xx окей спасибо ребята спасибо и тогда 3 наши наш прогноз оказывался верным третье место занимает титан подразделение сид хатаранская республика а четвертое место занимает джулиан подразделение x суверенитет ванну собственно говоря основные места распределились еще раз повторю первое место занимает особо нубасим подразделения в д в новый конгломерат второе место занимает диса подразделение фок суверенитет ванну третье место уходят титаном подразделение сид хранская республика и четвертое место занимает джулиан подразделение x суверенитет ванну и так господа большое спасибо за внимание на этом стрим заканчивается я прошу прощения что он такой коротенький получается да но это прежде всего связано с тем что двойная тревога как вы знаете мы всегда стримом двойную тревогу и нужно необходимо время чтобы нужно бежать да большое спасибо да 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 большое спасибо за то что смотрели нас всем всего пока пока до сих пор